Начинаем выпуск с печальной новости. На 1957 году ушел из жизни депутат Государственной Думы от Карачаева Черкесии Дешербек Узденов. Глава Республики Рашид Тимрезов выразил слова соболезнования родным и близким членам Комитета Нижней Палаты по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Госдумы. Он отметил, что Дешербек Узденов был надежным товарищем, общественным деятелем, человеком, который искренне любил свою родную землю. За свой недолгий жизненный путь Дешербек Борисович успел очень многое сделать для родной республики и России в целом. Благодаря его профессионализму, умению видеть главное таланту руководителя и организатора, им были воплощены в жизнь многие значимые проекты в сфере защиты окружающей среды и экологии. Сегодня в Черкесске Дешербеку Узденову простились родственники, друзья и коллеги. О профессиональном пути общественного деятеля, патриота и мецената-интернационалиста Артур Мхцы. «Тяжелый день. Смерть вырвала из наших рядов еще одного товарища. После тяжелой и продолжительной болезни умер Джешербек Борисович Узденов. Чуткий, внимательный, волевой, всегда готовый прийти на помощь. Таким мы его запомним». Эти слова принадлежат лидеру фракции «Единой России» в Госдуме Владимиру Васильеву и были опубликованы пресс-службой партии в минувшее воскресенье. Джешербек Узденов родился в 1967 году в ауле Кызыл-Октябрь Зеленчукского района. В середине 80-х годов прошлого века трудился на производственном участке колхоза «Октябрь». Затем в течение двух лет служил в Афганистане. В начале 90-х окончил Ростовский институт народного хозяйства. В 2009-м стал депутатом Народного собрания Карачао-Черкесии. Спустя четыре года возглавил сперва региональное управление охраны окружающей среды и водных ресурсов, а затем в 2020-м новое профильное министерство. Через год во время очередных выборов депутатов Государственной Думы был избран от партии «Единая Россия» в Нижнюю палату Федерального собрания. За годы профессиональной деятельности заслужил непререкаемый авторитет и уважение всех, с кем трудился бок о бок. «Человек с большой буквы. Я могу сказать, что даже во время предвыборной кампании, когда я с ним ездил по районам, для меня было удивительно, что куда бы мы ни приезжали, люди вставали не для того, чтобы задать ему вопросы, а просто поблагодарить его за то, что он для них сделал. Он действительно делал очень много для людей. И каждый раз, когда он был здесь, когда мы с ним созванивались, он все время задавал один и тот же вопрос, что мы для кого можем сделать. Я скажу, что он тоже был действительно по-настоящему народным депутатом». Трудно найти в Карачао-Черкесии социальное учреждение, будь то школа, детский сад или больница, которому он не помог бы за время своей работы на различных должностях. Кроме того, Джошарбек Узденов всегда был в курсе того, что происходило в родном ауле Кызыл-Октябрь. Помогал сельчанам чем только возможно. «Основным регулятором его поведения всю жизнь были долг, честь, достоинство, преданность к своей родине. Он с юности еще со службы в Афганистане показал себя, наверное, одним из лучших людей своего поколения. Сегодня, какие бы мы слова не нашли бы, как бы не был велик и богат русский язык, он все равно будет недостаточен обрисовать, охарактеризовать этого достойного человека своего отечества». Жизнь и деятельность Джошарбека Борисовича Узденова достойный пример для подражания подрастающему поколению. Память о нем сохранится в сердцах его современников навечно. Артур Мхцелий Бастанов, Вести, Карачао, Черкесия.